Безопасность на дороге, травматизм на железнодорожных платформах и обман в интернете. Все это представители силовых ведомств обсудили на общегородском родительском собрании «Безопасное детство». Там работала Анастасия Кладинова. В зале больше 200 человек. Родители воспитанников детских садов и школ со всего городского округа. Главная тема собрания – обсуждение совместных действий учреждения образования и родительской общественности, сохранения жизни и здоровья детей и их безопасности. Сегодня мы именно на базе новостройки в новом микрорайоне собрались с вами, уважаемые родители, и всем по важнейшему вопросу – это вопрос безопасности. Мы сегодня пригласили на наше общегородское родительское собрание сотрудников, представителей многих структур, которые являются с нами и партнерами, и добрыми друзьями, и вместе с тем являются еще и надзорными органами над выполнением тех задач и поручений, которые ставятся нашим образователям в учреждении. Собрание прошло в формате диалога о том, как важно разговаривать с детьми о соблюдении правил дорожного движения и использовании средств индивидуальной мобильности, напомнил начальник отдела госавтоинспекции Илья Атаманов. Первое, что вы должны понимать, без иллюзий, не надо пытаться запретить ребенку управлять электросамокатом, электровелосипедом. Мы никуда не денемся от прогресса, который каждый день нас окружает. Поэтому вы должны четко довести до детей. Это большая ответственность. Электросамокат должен эксплуатироваться только на тротуаре с определенной скоростью и электросамокат не должен выезжать на проезжую часть. Еще одна важная тема – детский травматизм на железной дороге. С начала года на территории линейного обслуживания Москва-Рязанская зафиксировано 7 случаев травмирования в результате зацепинга. Из них три – со смертельным исходом. Хотелось бы родителям подсказать, как выявить у своего ребенка то, что он занимается зацепингом. Характерные признаки занятием зацепингом у несовершеннолетних являются внешний вид. А именно одежда испачканная, смазка от брюшного состава имеет характерный запах. Также при себе несовершеннолетний может иметь проявленные перчатки, балаклавы и маски. Также обсудили тему вовлечения несовершеннолетних в противоправную и преступную деятельность, экстремизм и терроризм в молодежной среде и методы родительского контроля.